Временная работа в формате доставки еды дает лишь 5 процентов доходов от всей выручки. Первыми Мы получили нулевые кредиты от Сбербанка на каждую из наших компаний, как раз полугодовой объем в размере МРОД и уже этим воспользовались в течение двух месяцев. Плюс мы получили на нашей компании безвозмездную помощь, которая в два месяца умноженная на количество работников, умноженная на МРОД и тоже, конечно же, нам сильно помогло. Не увеличить кассовый разрыв помогла отсрочка налогов на полгода. Генеральный директор оформил заявку на кредит по 2 процента годовых. Новая государственная мера поддержки, объявленная Путина. Всего за два месяца ресторанный бизнес Сергея получил помощи почти на 3 миллиона рублей. Конечно, чем дальше оттягивать открытие, чем больше мы будем работать в урезанном формате, тем больше возможностей не остаться в этой индустрии. И, наверное, у многих точно такая же ситуация. Однако время вынужденного отдыха бизнесмен даром не тратил. За этот период Сергей переделал формат одного из ресторанов, сделал перестановку. Предприниматель уверяет, начать работать готовы, хоть завтра. К тому же регион постепенно готовится к первому этапу выхода из особого режима, куда входит открытие веранд в местах общепита. У каждого ресторана есть летние веранды. Они все практически готовы. Осталось только выставить мебель, создать уют, соблюсти требования Роспотребнадзора. Ждем их тоже уточненные. И, конечно, ждем того момента, когда начать готовы хоть завтра. В 2020 году в Ульяновском аквапарке должны были появиться новые горки. Вместо этого звонкий смех детей и плески воды сменились безмолвием и пустыми бощейными. Атмосфера апокалипсиса последние два месяца царит и в водном парке отдыха. Пандемия ударила по аквапарку по всем фронтам. Екатерина, владельца комплекса, начиная с марта, потеряла 100% выручки. Оставаться на плаву позволяют государственные льготы. Мы получили льготу с выплатой одного мрота на каждого работающего сотрудника. Мы сохранили всю команду. Практически 98% нашего персонала осталось с нами. И мы, соответственно, получили в виде поддержки вот этот мрот, который позволяет нам и дальше сохранять эту команду. Со Софьи Екатериной кризис даже помог. Предприниматель провела генеральную уборку собственного дела. Сейчас ее команда работает над эффективностью бизнес-процессов и развитием персонала. В самом аквапарке ведутся технические работы, которые обычно проводят в сентябре. Бизнес не будет прежним. Будет, наверное, тяжело, потому что не сразу вернутся все гости и не сразу даже разрешат открыть весь бизнес. Но мы готовы к тому, чтобы, если это произойдет, мы бы сделали свою работу более эффективной, чем делали ее раньше. 37-летняя Людмила открыла салон красоты 12 лет назад. На ее память это уже третий кризис в работе. Пандемия коронавируса, признается девушка, на удивление не стала самой страшной из них. Тяжелее было принять ситуацию морально, нежели финансово. А еще сложнее донести информацию до клиентов, что салон закроется на весь апрель. Зарплату за месяц простую помогла выплатить федеральная помощь в размере МРОД на каждого сотрудника. В мае мы подали уже декларацию на сайте Open Business 73 по всем правилам. Зарегистрировали, приобрели одноразовую продукцию. У нас затраты были не особо серьезные, потому что открывались мы тоже по законам СанПИНа, по всем нормам. Поэтому там циркуляторы или какие-то такие средства у нас уже были в наличии. Нам в этом было, конечно, проще. Сейчас все мастера красоты в салоне работают в одноразовых костюмах. Есть специальные защитные экраны. Соблюдать санитарные нормы призывают и своих клиентов. На первую неделю было желание отоспаться, потому что запись довольно-таки большая, и отдохнуть нам тоже бы очень сильно хотелось. Ну и мне, как, наверное, директору предпринимателю, пришло очень много других мыслей в голову, которые я надеюсь, что в дальнейшем мы будем все это реализовывать. Тем временем в регионе готовится третий пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса. В числе помощи – разрочка платежей по налогам. В частности, упрощенная система налогообложения для производственников, а также налога на прибыль и налога на имущество для пострадавших отраслей. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ.